Посмотрите, вот этот, видите, Стью подо мной? Какой-то очень странный парень, он, по-моему, не спит вообще. Играет бесконечно. Вот сколько я на сервер захожу, он всегда здесь. По ночам он вообще один-единственный играет, я выхожу, он всё равно остаётся. Сейчас мы сходим тогда домой, за тем, чтобы взять ещё шерсти. И потом, наверное, будем помогать Пегасе. И Пегасе это один из моих любимых городов. Я очень уважительно к ним отношусь, они классные. Они там себе придумали какую-то РП-систему, сидят там и играют между собой. С конкретно, с мистиком я не знаком, но зато я знаю, чем он занимается. И то, что это, ну, по моему мнению, ещё такой один из самых нормальных и адекватных ютуберов. Пятёрка, ты великий и величайший ютубер, скажи, есть ли у тебя знакомый, который делает интро? Я прошу, прочитай. Слушай, у меня было такое недавно, то, что мне понадобилось интро. И я выкладывал видео, засорял свой канал, что мне нужен человек, который сделает интро. В итоге мне написало человек 30. И каждый из них в итоге сказал то, что, ой, у меня сломался компуктер, я не могу ничего сделать. Один вообще написал то, что у него дедушка умер, лишь бы подмазаться от меня. Я не верю, что умер дедушка, потому что когда у тебя умирает дедушка, ты не будешь незнакомому человеку писать, что у тебя умер дедушка. Тот парень просто, опять же, тоже ничего не смог сделать, точно так же, как и все. И всё. У меня бывших друзей, видимо, гораздо больше, чем нынешний. Так, где Пегасик? Все ленивые жопы ходячего замка марш копать хайперлуп. Видите, все сейчас занимаются раскопками хайперлупа. Алло. Господа, что тут, куда шлифовать? Ну вот, я написал сейчас. 170 минус 2000, ё-моё. Ну ладно. Меня мой скин устраивает на данный момент. Ну просто я этот заказал, этот уже всем приелся, я, знаешь, каждые три месяца. То есть вот осенью так, весной так, я хочу вот менять свои скины. То есть чтобы лицо оставалось. Йоооу! Нормальную они трассу отжахали здесь уже. А, всё, вижу, вижу, вот он, вот он этот городок. Блин, один из самых крутых городов. Ну вообще у нас, вот именно те, которые большие, развитые города, они реально каждый крутой из них. Но, посмотрите, вот как Пегасик. Они верят в то, что мне 3000 лет, или сколько там, 15 миллиардов, тысяч, миллионов. Так, переходим тогда к ним. Алло, господа, вы где? Куда мне идти? Так, Роберт Док. Да. Вы знаешь, где вообще все копают? От 65 до 69. Иди через 5-ю. И я там сейчас за вас закопаюсь уже. Да я уже у вас в городе. А откуда идти-то? Там, где у отеля есть маленькая дырка. Отлично, идём со мной. Идём со мной. О, всё. Поехали. Короче, ребят, ладно, рассказываю вам одну тайну. Оно само так получилось. Если вы помните, буквально недели три назад у меня было на стриме по 300 зрителей, и больше не было вообще вот. Ну не было. Людям было неинтересно смотреть СП и всё такое. Сейчас меня смотрят по тысяче, ну больше тысячи человек. Ну вот на нормальных стримах, прямо когда всё здорово, больше тысячи человек меня смотрят. Внимание, почему так произошло? Дело в том, что когда мы начинали стримить СП, было всё нормально. Я стримил так, как нужно было стримить. Типа, я был более весёлым, я меньше бомбил. Я делал вам такой мирок мультика, знаете, неправдивый мирок мультика. Но потом вы меня все достали. Ну не конкретно каждый из вас, конечно, были люди, которые меня взбесили, достали. И я такой, я на всё плюнул и просто думаю. Блин, я буду сейчас просто стримить, какой я на самом деле. И как только я начал стримить, какой я на самом деле, вот прям я это я. То есть я иногда могу начать ругаться, начать на кого-то бомбить. Кого-то посылать, обзывать тупыми. То есть показывать свою худшую сторону. Меня наоборот из-за этого начали больше смотреть. И это на самом деле очень хорошо, потому что по нескольку часов мы сидим. И я не хочу быть персонажем какого-то мультика. Я хочу быть именно собой. Поэтому как бы спасибо, что вы меня таким принимаете. И спасибо то, что я вам таким более интересен, чем как будто я какой-то супер весёлый персонаж, который всегда веселится и всё такое. Так что, ребят, вам респект. Вот-вот серьёзно, вам респект за это. Я очень вам благодарен за то, что вы меня приняли. Как бы вы должны понимать, что детская аудитория, она живёт в каких-то мультиках постоянно. И им надо, чтобы всё было отлично, всё было прекрасно, никто не ругался. Но на самом-то деле-то оно по-другому. Я же тоже человек. И вы меня больше любите таким человеком, который я есть. У меня один вопрос. Зачем вы в пять блоков прокопали туннель огромный? Не, ну типа, если вы такой крутой город, что вы можете себе позволить прокопать в пять блоков, это очень круто. Но льда может не хватить. Я говорил вам прокопать в три блока. Маленькие города в три блока, а центральный туннель, он центральный, но центральный большой. А ну мы типа самый крутой город в СПП, а мы могём в пять блоков. Ладно, могите, могите, но тогда вам придётся помогать ещё и лёд копать. Слушайте, если у вас есть ленивые жопы, которым не надо копать, я дам сейчас лёд, и пусть идёт ставить лёд. Кто пойдёт? Я могу. Я могу, я вообще самая ленивая, я не люблю копать. Где, кто из вас? Кто такой я? Да, у Ники не пишутся как бы. Да, я да. Не, ребят, АУ не надо писать. Меня очень бесит фраза АУ. Я могу за эти две буквы просто брать и банить. Вейп Нейшн показывается, надо, короче, на картах сидеть. Ё-хо! Вот так на картах и вот так. Вот это, это Вейп Нейшн. Я вас ненавижу. Я вас люблю и ненавижу в одном. Я вас, наверное, люблю за то, что я вас ненавижу. Я вам сказал не писать АУ, вы наоборот толпой начали писать АУ. Я вам говорил, да, то, что у меня раздвоение личности, расстроение личности. Вот парень в шапке говорит другим голосом. Так, ну что ж, давайте копать уже быстрее. Здесь надо все это заделывать. Меня очень бесит, очень раздражает то, что люди ставят здесь Кобблстон. Это потом будет некрасиво. И им с этим жить потом. Вот основную ветку я говорил, то, что Кобблстон ставить не надо. Меня очень раздражает Кобблстон. Да хватит писать АУ, я вас всех перебаню потом уже. Админы, админы, баньте их, баньте всех, кто АУ пишет. Вообще весь чат забаньте, чтобы у меня один зритель был, и все было нормально. А то они пишут АУ, АУ или АУЕ. Фарту масти, АУЕ. Что это вообще значит, я не понимаю. Вот так вот чат, 19 сообщений в минуту, идет, пока вы не пишете АУ. Потом вы начинаете писать АУ, и вы уже пишете 315 сообщений в минуту. Божалуйста. ОСТАНОВИТЕСЬ! Ё-моё, это чё такое, я не понял. Это, извините, я не понял, что сейчас произошло. Передают меня привет. Кому передать, от тебя привет. Я не понимаю, о чём ты говоришь. Ты хочешь в армию? Конечно нет, ё-моё. Если я на год уйду в армию, во мне на ютубе все забудут сразу, моментально. Мне потом придётся вообще всё заново нарабатывать. Я однажды на 2 года уходил с ютуба, и у меня было 60 тысяч подписчиков, и было поменьше, чем 1000 просмотров на видосе. За 2 года, получается, обо мне забыло 59 тысяч человек. У меня был один знакомый ютубер, который ушёл в армию. Он вернулся, и всё, типа, он потерял канал. Так, зато чат я так не могу читать. По поводу любимого супергероя... Человек-паук. Бэтмен. Железный человек. И те супергерои, которых придумал я. Меньше, чем 3. У меня фанатки есть, хо. Да, нормально, блин. Я не знаю, это меня засмущало, блин. Изи подкаты, учётесь. Смотри, это метро между ходячим замком и нас. А, красиво, блин, сделано. Прыжок, пробел. Как взлететь, объясните мне. Мне надо в Китсмос, очень срочно. У меня было в Энде однажды так. Я решил свалить Сэнда и просто лететь вперёд. Забрался очень высоко и решил просто лететь вперёд. Я набрал тогда элитр, это было в первый раз. И знаешь, что было? Я лечу-лечу, и у меня ломаются элитры. Я не знал даже то, что они тогда ломались. Представь, я просто начинаю падать вниз со всеми своими ресами. У меня тогда так жёстко бомбило. Да, господа, изи тёлочку. Сейчас пикап тёлочки. Короче, я сейчас к ней подъеду на своей лодке, вот так дрифтану. И запикаплю её, смотрите. Да, тут. Здорово. Давай, поехали. А ты от какого города? Я от природы. Нормально шлифую. Но у них интересно, у них сейчас только город зарождается. Они сделали выбор не в лёгкую сторону, а зарождать город они выбрали. Я надеюсь, у них всё хорошо получится. Атлантида или... Им, я, наверное, знаете как, зарождающимся городам 64 железных блока поддадить. Типа у нас очень много железа. Нам его пока некуда девать, а вот зарождающемуся городу, типа, железо нужно. Навсегда. Скоро, когда все уже всё построят, я просто буду работать доставщиком льда и всё. Вот сюда надо ещё доставить лёд. Вот, как я понял, вот сюда тоже. Эту лодку надо убрать. У меня украли железо. Смотрите и учитесь, как надо вычислять чухана и вора. Где на дисце? У меня достаточно железа, чтоб я о нём не заботился, но кто-то реально пришёл и своровал. А воровство у нас запрещено. Даже если у миллиардера много денег, если вы у него украли деньги, даже если вы у него мало украли, это всё равно воровство. Из-за этого надо накапливать. Алло. Короче, Ген, детектив нужен. Ага. Украли вещи. Опа. Ген, я еду, я еду на расследование, потому что воруют. Ё-моё. Гена. Гена, мне страшно. Ген. Что? Ты провалился или что-то? Да. Так я тоже. А чё это такое? Ой, Ген, я падаю ещё ниже. Ген, убери меня, я сейчас умру, блин. Я скриншотил свои ресы. Ген, я падаю. Ты стоишь на льду. Я не стою, я падаю, блин. Мистер Пятёрка, сэр Пятёрка. Здравствуйте, сэр Геннадий, мистер Геннадий, сэр. Я понимаю, что вы жертва, я детектив. Я жертва, я колоссально нравственно страдаю. Когда я вот недавно пришёл, здесь не хватало двух стаков, а следовательно, на верхом судуке ещё не хватало девяти или даже двенадцати стаков, понимаете? Мне нужны отпечатки. Видите, вот это. Да, это хлеб. Это не хлеб, это священный багет французский. Ага, ага. А при помощи этого багета я и расследую место преступления. Смотрите. Ага. Я понюхал багет? Угу. Судя, потому что 17 минут назад вы доставили из этого сундука... Девять стаков я доставил, чтобы скрафтить блок и подарить. А вот когда я доставал, вот тогда я заподозрил, что что-то не так, потому что там не было. Что было раньше, понюхайте. Угу. Так, ровно три с половиной часа назад некий MC Fazer собрал два раза по пятьсот семьдесят одной штуке. Ничего себе, лол! Забаньте, пожалуйста, Файл. Держите багет на папке. Спасибо, это хлеб. Тут не написано, что это багет. Это багет. Это хлеб. Пук. Пук. Так, поехали помогать. Уже всем помогаем, все в работе. Вот прям я удовольствие испытываю от этого, потому что все сейчас занимаются одним проектом для всех. То есть, чтобы потом нам было удобно передвигаться между городами, это огромнейший проект, и все сейчас этим огромным проектом занимаются. Ты говорил, что мастер лука? Да. Бог. У нас, короче, появился парк развлечений, там есть и... О, я... Ну, это я типа так поехал быстро. Ну, я понял. Ты уже выезжаешь. Внимание, сейчас будет урок логики. Я напоминаю то, что логика делает из человека зверя. Логика это самое ключевое, что подвластно человеку. И логикой нужно пользоваться, чтобы не быть очень тупым человеком. Как вы знаете, ребят, у меня аллергия на тупых людей. У меня начинает очень пригорать жопа. Некоторые начинают чихать. У некоторых красное лицо становится... Вот у меня жопа становится такой красной, жареной жопой. Вот у меня начинает бомбить. Итак, мы сейчас находимся на странице нашей трансляции. Что же вам хочет показать величайший гений Майнкрафта Пятерка? Человек зашел и в комментариях написал, Пятерка, я зашел на твой сервер, я был на Сюрвайвл, я был на Хардкоре, но там тебя не было. Окей, парень, ты очень умный, многие не умеют находить IP в описании, хотя IP это вторая строчка. Итак, давайте посмотрим на название нашего стрима. Хэштег SP строим город. И IP. Естественно, паренек берет и заходит на этот IP, и он говорит, я был на Сюрвайвл, вот он здесь, я был на Хардкоре, но тебя там нет. Конечно, потому что вспомним, как называется стрим. Хэштег SP строим город. Поворачиваем голову, и о, мать его, господи, что же у нас здесь написано? А логика, это вот одну точку с другой связать, логический, это как бы, вот умеют, наверное, только гении мирового, я сам не гений, людей сажают по логической взаимосвязи некоторых вещей. Если на ноже кровь этого человека, допустим, вот он есть человек, и вот он у меня есть нож, предположим, что это нож. Если на нём, на вот этом ноже кровь этого человека, значит этим ножом я убил этого человека, а если на этом ноже мои отпечатки, значит я убил. Всё логично? Да, логика взаимосвязывает некоторые вещи. Спасибо, спасибо, это был урок логики, я надеюсь, вы стали умнее, вы стали красивее, вы стали круче, так что кулачок, бом. Можете оценить мой урок по десятибальной шкале. У нас была другая система наказаний, это одна из лучших систем наказаний, которые я придумал. Короче, наказание такое, человек ставится на камень по центру города и не имеет права с него слезать. Почему? Он видит, как все чё-то делают, как всем весело, как кто-то чем-то занимается, а он стоит и ничего не может сделать, и он обязан не быть АФК. Через что ты монтажируешь? Через очень классную программу для всех новичков советую, я вот сколько на ютубе, столько через одну и ту же программу монтажирую. Называется Киберлинг Пауэр Директор. Я вам так скажу, если вы ютубер и пытаетесь что-то снимать на ютубе и не умеете монтировать, вам даже на ютубе делать нечего. Смотрите, Майнкрафт круто монтировать не надо, самое главное вырезать неудачные дубли. А вот, допустим, вот этот ролик, да, вот он весь ролик, который мы записали, он получился тут на 18 минут. Вот самое главное, вот это все вырезы. Три. Юху! Вот, когда я начинаю говорить юху, я обрезаю. Дальше я смотрю концов, обновление, которое еще будет связано поинтереснее, и все будет очень круто. Ну и спасибо вам за внимание, я надеюсь, вы поставили мне лукас, поддержали меня. И с вами был Пятерка, давайте мне Пятерку. Вот, все. Дал Пятюньку, я беру и отрезаю эту Пятюньку. После этого я свою конечную заставку вставляю и делаю ей звук пониже. Чтобы убрать шумы и чтобы было повеселее, надо добавить музыку. Вот у меня есть музыка, которую я использую во всех своих роликах. Она очень громкая, послушайте. Хоу! Ребята, всем привет! Всем... Вот, все. Ну и, естественно, снимаю я через ОБС. Тут все есть. И у меня есть просто камера, смотрите, если я какое-то обращение, да, хочу записать. Почему я за лицензионный аккаунт? Потому что я лучше заплачу один раз, чтобы больше у меня никогда не болела голова. Я не люблю вот это, вот знаете, когда морока какая-то, что-то постоянно надо разбираться, куда-то нажимать по-разному. Вот у меня есть лицензионная версия. Все, я ее один раз купил, и я всю жизнь ею пользуюсь. А вы там постоянно что-то спрашиваете, как скачать снапшот, как еще что-то. Зачем? А, ребят, и еще, кстати, те люди, которые пишут мне вконтакте во время стрима то, что они могли бы написать в комментариях, а они мне засыряют личку и думают, что это гораздо лучше, я тех людей сразу баню. Я сегодня проснулся, мне 50 человек написало о том, что вышла новая версия в новый снапшот. Когда мне засыряют личку, я очень бешусь, очень раздражаюсь, и баню вообще всех подряд. Бам. Года хватило. Нет, для мертвых донаты лезят, как из пулемета. О, господи. Печер, плохо. О, нет. Какой донат. Я богат, я богат. Тебе когда-нибудь делали операцию? Нет, нет, не делали, кстати. Я не вскрытый. Не аппендицит, ничего. Я вот только ногу ломал, но потом еще оказалось, что это такой ушиб, и он не супер жесткий. Блин, вы видели видосы, как стригут коз? Хотите, я вам покажу? Давайте найдем видос. Их там вообще просто такие, как будто жонглеры, как будто циркачи. Так этих коз стригут. Просто гляньте на это. Типа, посмотрите, как быстро. Даже быстрее, чем в Майнкрафте. Там еще комментарии. Да, да, стригут наш коз. Вам могло показаться то, что издеваются над баранами, когда их вот так вот быстро стригут, но мне кажется, издеваются над баранами, когда их не стригут. Так, чё, овечки, вы готовы? К суперстрижке, как я в ролике увидел. Готовы? Они все боятся, видите? Они тоже такие, петарка, ты чё, дурак, что ли? Насмотрелся роликов в Майнкрафте, такое невозможно. Ха-ха, возможно. Ты, 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 ты. А ну, я сюда, овцы. Да блин, не могу запрыгнуть. Все, просто мастер. Я, я мировой рекордсмен по стрижке овец в Майнер. О, здорово, ты чё приперся? А я за киркой. А чё ты за киркой, в мой город приперся, козел? А я, я сприл один у деревянных, потом не капаю камер. На, ладно, все, забирай, вернешь. Твою ответственность. Так, и где здесь мне выкапываться? Я вот приехал. Где выкапывался? Вот, вот. Я тут только телочку вижу. здравствуйте тут решается бизнес покиньте зона бизнеса так здравствуйте блок кидай все приятно иметь с вами дело изи алмы ребята тупо вот вот она торговля вот она вся суть майнкрафта когда меня очень много спрашивали типа пятерка вам надо придумать монетки вам надо придумать как будет торговля нет ресурсы обмениваются на ресурс важные на неважные неважные на важные два эмиральда за такси отсоси что он вырвался просто сбоку и едет вот он вот за что я хочу hyperloop построить мы просто едем и там сбоку такой дрифт и дальше полетел класс вот реально класс у сейчас было нормально тупо в камеру тупо вот тут вот кайф иди сюда чё тут написано блин не его кайф убить серьезно он не надоел он тут что-то торчит и все помахи он запутался специально в моей паутине теперь говорит помахи пятерка как и называешь сп страны подписчиков ли страны пятерки я называю сп сп то что-то хочет мне заявить сказать ничего не ты чего вы персел так два чувака проблема и не понял или чем так давайте откроем подача активировалась теперь мы берем им зажимаем черепушки вот и мы их тупо объем вот так да нормальная нормальная фирма реально хорошая правда мне кажется что если вот на уровень повыше вот вот на этом уровне стоять то и гораздо больше появляться буду все нормально их реально скидывает все отлично все ребят на этом наверное на сегодня все спасибо большое что вы были сегодня со мной я пойду есть морожен да все ребят пока а